Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, мои хорошие! Я поэтому и говорю, какое-то преображение прямо вот на вас смоешь. Даже в разговорах вы как-то это... Что с вами произошло, расскажите тайно. Не знаю, я по-моему как был. Нет, ну вот у меня что-то такое есть ощущение. Какой-то вы помолодели как-то. Даже душа ваша помолодела. Честно. Прям какая-то... Или легкость какая-то, или... Не знаю, что-то вот какое-то ощущение у меня есть. Я сейчас посмотрел ваш этот... Так его... Разговор опять Александра Русенко. Со своим упрямством он продолжает выяснять границы. Что-то его сильно поколебало, что он... Он даже... Он просто такие вещи говорит о которых, ну я не знаю там... Он... Но он ни к чему. То есть я задаю вопрос, и я не хочу на него ответа. То есть если я задаю и ищу ответ, то я спрашиваю у всех. В собор в том-то и сё дело. Я спрошу у этого человека, как этот... Феофан Затворника говорит, иди собираю людей, мнение. Собирай. То есть у церкви. Спроси у опытных сначала. Потом спроси у священников. Потом спроси у прихожан там, которые... То есть ходи и мучь. Но ты должен себе его... Это ответ должен найти. А если ты не ищешь ответ, а просто... Ты ставишь... Заборы ставишь постоянно. А вот это, вот это. И вот это, вот это. И всё. И заборы, одни заборы поставил. И выхода нету. Получается, что ты... Для чего ты это ищешь? Вопрос... Вопрос есть, а ответ не хочешь слышать. То есть получается так. Рассудок. Он включил рассудок, а рассудок его противоречит. То есть у нас постоянно идёт борьба с чем? С рассудком. Да. Этот рассудок нам мешает... Мешает веровать. Нельзя рассудочно веровать. Это... Это путь... Это путь волхва. А волх... Что такое? Они посмотрели на карты. Они там посмотрели по звёздам. И какой-то долгий путь, да? Какой-то долгий путь этого рассудочного... Рассудочной веры, да? Обманы проходят. Всякие хитрости. Ум. Это наш ум. Это вот этот наш ум. То есть волхвы это путешествие в уме. Это ум. Проходят всякие опасности. А в ум кто подаёт нам всякие эти? Сатана. То есть Ирод... Сатана через Ирода действовал. Хитростью там. Всякое вот это лукавство. И... И вот этот путь он долгий. Очень долгий. А самый близкий путь это путь... Путь просто веры. Просто путь сердца. Вот сердце просто поверил. Вот звезда. Вот Бог. Всё. Ещё не надо. Бери овечку. Иди поклонись Богу. Всё. Вот она. Два пути. Господь глубину такую через это нам показал. Его. Хочешь таким идти путём. Ну смотри на этом пути тебя ждёт много всяких разочарований может быть. Всяких падений, обманов, хитростей. Лукавый не будет сидеть на месте. Он хочет вообще чтобы человек прекратил веровать. То есть веру как вообще как таковую уничтожить. И вот у него сейчас сегодня вот это я просто читал. У меня прям какая-то у меня холод какой-то от его каких-то слов. Сергей Ильин его пытается как-то ну как-то его пытается доводами какими-то он пытается словесно утеплить как бы чтобы он сказал ну да я вот слишком наверное сам признал себе да слишком что-то я рассудочно в это верую. Потому что сам Христос это это такое было для ангелов небесных. Они не могли поверить. Они не могли даже понять что такое замысел у Бога был. Что придёт Сын Божий на землю. Почему сатана не знал что перед ним Сын Человеческий Сын Бог стоит. Он не знал этого. Он видит что какой-то как выскочка какой-то очередной. Что-то из себя возобнил. Ему не надо ни пищи как таковой. Он может без пищи обходиться. Он может без славы, без денег. И он начинает его искушать. И он даже не знал. Кто-то говорит вот он там. Он не знал. Реально не знал что перед ним Бог. И он это было для всех как откровение. Это вообще ангелам это не было понятно. А тем более ещё и воскресение произошло. То есть ангелы просто. Они просто от замысла Божьего. Ну не то что растерялись. Но они сами не знают замыслов Божьих. И поэтому эти замыслы Божьи нам не понять нашим мишкам который сколько там квадратных квадратов. Даже квадратного метра нету. Там сколько он действует. А действует из всего мозга действует пять процентов в лучшем случае. Ну это у гениальных каких-то людей. А так у нас там два. Ну у меня вообще может процентик один включается иногда. Ну я не то что нет. Я реально понимаю что придёт Господь. И когда он осветит человеческое существо полностью. То ум начнёт всё понимать. Для него всё откроется. Все тайны. Всё мироздание откроется перед ним как вот. Как чистый лист бумаги будет. То есть никаких загадок будет. Никаких. Всё откроется в полноте. И это всё нам не надо даже. У нас даже мысли не будет. Когда мы просто воскреснем. Просто воскреснем. Ещё неизвестно. У нас на праведность на суд. У нас на суд. Просто воскреснем. Это уже будет для нас. Эх ты. У нас будет просто восторг от того что мы. Оказывается вон оно что. И как я чувствую себя. Я не чувствую себя ни боли никакой. Я не чувствую никакого. Какого-то ущемления. То есть вот это. Грехопадение человека. Оно. Оно. Именно ещё ум. Через ум. Кто действует. Он. Сатана действует. То есть это. Я всем объясняю. Говорю. Кто такие бесы. Я говорю. Бесы. Это что думаете. Приходят такие чёрты с рогами. А это кто. Это что такие. Которые в котлах варят. Да это. Это просто. Ну. Ужасники. Которые. Надо. Ну. Как бы. Людям сказать. Чтобы это не делать. Что. Ждёт вас вот это. Как объяснить ещё. А. А. Бесы. Это мысли. Они приходят в голову. Опа. Зашла мысль. Опа. Укради. Обмани. Обхитри. То есть какие-то. Потом. А. Если такие слова не будет. Если уже. Более. Бес такой опытный. Он уже будет хитрыми словами говорить. Он не будет говорить. Обхитри. Обмани. Он говорит. Ну. Тут разные мнения существуют. По этому поводу. И вот он нам влагает эти мысли. И мы эту мысль принимаем как свою. И мы начинаем этой мыслью руководствоваться. А. Ангел говорит. Подожди. Тут мысль такая другая происходит. И вот эта борьба. За нашу голову. Две мысли. Которые. У нас постоянно. Голове. Перебивают друг друга. А. Святые отцы вообще говорят. Успокой. Вот когда ложиться перед сном. Там даже в Мальто слове написано. Подойди. Успокой свои чувства. Все свои чувства. Не за день который ты пережил. Успокойся. Вот этот. Вот этот. Шум в голове. Который в тебе. Этот сумбур. Который происходит. Останови его. Вот прямо останови. И вот. И когда ты утихнешь. Тогда начнет говорить Господь. Тихо. Кротко. Как дуновение ветерка. Гром. Это тут Бог. Нет. Землетрясение это Бог. Нет. Ах что. Дуновение ветерка. Вот она. Легкая. Легкая. Такая мысль. Легкая приходит. Какая-то тихая. Какая-то ясная. И вот до этого. Чтобы в состояние дойти. Нам надо вот эту всю первую пену. Вот эту пену. Которая у нас сходит. Схлынет она. Тогда приходит вот эта мысль. И вот это есть борьба. Вот это и есть. За нас. За наши души. Вот так борется. А тот думает ангелы и бесы это кто такие. Это мысли. В основном это мысли. Пока мысли. Пока их мы не видим. Вот в этом то и проблема. Что сегодня мы. Вот как священники. Мы не можем постоянно общаться с людьми. Потому что нас не хватает. Как не хватает. У нас душевных сил нету. И духовных сил нету. То есть мы заняты больше ну какими-то своими. Какими-то там тараканами в голове бегающими. Своими какими проблемами. И мы эти свои проблемы считаем. Что наши проблемы сейчас вот более важные. А на самом деле ты смотришь там апостол Павел непрерывно. Ходил проповедовал. Непрерывно. То есть у него. Понятия выходных как таковых не было. Потому что надо было трудиться. Жатвы много. Делать или мало. И он. А мы. Сегодня вот к сожалению. У нас не хватает друг с другом. Какой-то. Даже. Ну просто элементарные. Выдержки друг от друга. Сразу. Вот я за. Мы вчера с одним батюшкой разговаривали. Он спал на Камчатке. Вот Хабаровский вот он. С ним. Мы с ним начали как кричать. А он прям. Крик. Два священника орут по скайпу. Мне кажется они. Если так подумаешь. Скажут. Они что. Что они делают. Разговаривают по скайпу. А что. Они не могут. Такое ощущение. Что я до Хабаровска докрикю. Они. Они не могут по скайпу общаться. Почему напрямую. Это разговаривают. Но я к чему. Что. Тема. Тема. Такая. Оказывается больная. Что. Мы. Вот. Вот. Сейчас так обдумал. С матушкой. И так общая. Мы. Иногда. Ну. Совещаемся. То есть. Я. И. Озвучиваю мысли. Она. Как бы. У меня. Такая. Сторонняя. Если нравится ей что-то. Она. Она эту мысль. О да. Вот это. Если какое-то. Что-то не то. Она. Не говорит ничего. Молчит. Меня. Бережет. А. Он. Про. Патриарха. Патриарх. Что. Оказывается. Все у нас нормально. А. У него такая была мысль. Я. Кстати. Никогда не думал. Он. Говорит. А. А. Говорит. Святые отцы сказали. Ни один святой отец не сказал. Что. Католики нам братья. Я. Говорю. А. Он говорит. А. Кто такие святые отцы. Ну. Которые были на соборах. Которые. Да. А. Кто их сделал святыми. Ну. После смерти. Да. При жизни у нас. Только по-приимски живут. Святой. И. А. Говорю. А. А. И. И. Жириновский. А. Может быть. Эти. Которые сегодня приняли. Они тоже станут святыми. Тоже там. Патриарх может быть. Я говорю. Может быть. Не может быть. Но. Ни один святой отец. И. У нас такая. Он. Он. Это очень. Очень. Я. Я понял. Что если мы не можем с ним даже в этом договориться. То есть мы даже понимаем святых отцов по разному. И жизнь реальную по разному. То есть у нас настолько сегодня сильное разъединение в мыслях. У нас нету не то что единодушия. У нас нету даже просто терпения выслушать друг друга. И вот у нас в церкви как раз этого не хватает. В издыхании друг от друга. Молитвы друг от друга. Чтобы мы. Не только там. Вот Александр. Да. Мне конечно его неприятный состояние. Но я вижу то. Он где то искренне. Где то искренне заблудился. Искренне. Вот он искренне заблудился. И вот в это искреннем заблуждении. Мне хочется. Вот там аргументы ему искать. Там. Вот давай Александр. Вот это. Вот это. Вот это. А вот как ты на это посмотришь. А вот какая вам вот эта аргументация. Или вот эта. То есть. Посмотри. У тебя пытаются что то. А посмотри. Зачем. Надо просто о нем помолиться. И Господи. Вразуми. Раба Божий Александр. Вразуми его. Приди своим Духом Святым. Освяти его душу. И чтобы он успокоился. И сказал. Господи. Да будет на все твоя воля. И будет. И будет радостно сидеть. А не такое с таким лицом. Как будто я там не знаю. Там его. Вы улыбаетесь. Такой светлый. Так все таки как бы. Вот это очень важно. Улыбка она какая то. Ну не зубы искали там. А улыбка. Она как то. Оба человека освещается. А тут сидит с мрачным лицом. И какая то так. Темнота. Ну не то что там я там говорю. Вот он в темноте весь. Нет. А вот это. Сумрачность вот это. А вот. Вот это ты сказал. А вот так и так. И он начинает опять свое настроение строить. Они у него. Чем больше ты ему говоришь. Чем больше он этих настроений начинает строить. И там уже какая то думаешь. Тупик какой то. То есть ты уже. Для тебя все так становится уже не важно. Потому что ты почувствовал эту благодать. Благодать. А благодать как сказал вот Сергей Ильин сказал. Да. Я говорю только в православной церкви. И я. Но я был в другой церкви. Я знаю там какое состояние было. И какое у меня было в православной церкви. Когда я там. Просто вот я говорю. У меня так. Вот так. Такое соприкосновение было с Богом. Живым. Что я говорю. Вот это состояние английского. Какого то. Состояние полета какой то. Какой то. Как то все легко над всем. Никакие ямы. И ты как то все над всем легко паришь. И как то тебе легко. Прощать легко. Не издевайся за другие. Какие то там. За всех страдаешь. Как ты молишься за всех. То есть вот это состояние. Пятилетнего вот этого. Призывающей благодати. Которая вот это. Носит на руках. Это чувство. Ну непередаваемое. Почему оно Господь дает. Чтобы почувствовать. Это состояние английского. Состояние. Где Господь. С благодатью своей. Все покрывает. И тут все вот. Через то. Что вот. Нелогично. Все. Вот. В церкви вообще она как то. Логичная. У нее какая то все. У нее нет логики. У нее есть какая то. Постоянная какая то. Постоянные какие то вопросы. Которые. Ответа нету. Вот. Вот есть вопрос. А его нету ответа. Почему так владыка. Почему. Патриарх так поступает. Почему. Бог его не наказывает. Я говорю. Я не знаю. Господи. Я не знаю. Ты же все управляешь. Ты вседержитель. А я кто. Я один из какого то там. Какая то там. Песчинка. Которая. Чем то озадачилась. Патриархи. Как я могу лезть в твои дела. Как. Единственное. Я могу просить у Бога. Господи. Грузи. Дай веру. Веру нашему патриарху там. Что он. А как делаешь. А как иначе то. Антихриста. Надо приходить. Рано или поздно. А для него должны его устраивать. Вот. Вот тоже правильно. Да. Ему же нужна почва. Не готова. Как может быть почва не готова. Прийти в антихрист. Его конечно сразу заклеймят. Церковь будет. Если бы при патриархе Алексии. Если бы сейчас пришел в антихрист. Да. Там такая церковь. Как она поднималась. Как развивалась. Его бы давно бы уже. Обличили. Обвинили. И все. Чтобы нужно. Чтобы это подготовить нужно. Всех умаслить. Все. Это. Сделать. Такое. Более менее. Благоприятное. Для его прихода. Чтобы уже пришел. Он сказал. А что такого. Если уж. А. Да нет. Он не антихрист. Это так. Ну. Ну. Он неплохой. Это. И мы сразу оправдание ему найдем. Да. Абсолютно верно. Но уже тогда он покажет свои зубки. Уже. Ну. Господь про каких-то избранных говорит. А избранные останутся. Которые. Для которых сократятся дни. Дни сократятся. Эти последние. Значит. Эти последние. Причем они останутся. Эти избранные. Которых будут убивать. Именно те. Которые будут думать. Что угождают тем Богу. Это как вот. Убили. Павла Адельгейма. Вот. Казалось бы. Отца вот этого. Потом этого. Александра Меня. Это же все одна рука. Они думали что. Ах он там. Ах он протестант. Он там. Да. У него есть там всего. Его. Ну и Александр Мень. Его книжка. Сын человеческий. Считаю. Для новоначальных. Это очень. Вот это как сжатое. Евангелие. Там все он как бы сжал. Так как то. Все это. Все очень так. Это очень хорошо сделал. То есть это. Книжка для вот. Для людей. Которые вот только пришли. Новоначальные. И он. Ну да. У него там были. Ну у кого не было их. А это убили их. Думали. А он. Чтобы он дальше. Эта ересь не распространял. Во. То есть. А тут. Кто то. В церкви. Это же. Это же явно. Что это кто то там. Стоят люди. Которые. Увидели. Угрозу. Спокойного. Существования. Какого то. Как. Как они считают. Церкви. Потому что. Сегодня. Мы видим. Что у нас. Византийская история развивается. То есть. У нас. Слияние государства и церкви. Каждое. У меня вот. Мы с отцом. Разговаривали с Хабаровском. Он говорит. Да. Там. Занимайся. Своим. Типа. Приходом. У меня было. Он говорит. Да. Своим приходом. Приходом. Много своих проблем. Надо спасать души людей. Все. Согласен. Но я раньше думал. Что. Ну. Это невозможно. Чтобы наш. Патриарх встретился. Папа Римский. И потихонечку. Потихонечку. Нас обвыкают. К мысли. Вот. И это можно. И это можно. И чипик нам. В лобик. Это тоже можно. Скажем. И мы все. С этим согласимся. И как. Так же надо лучше заниматься. Чем. Чип тебе в лоб. Паяют. А ты будешь говорить. Ну. Надо же приходом заниматься. Спасением души. А в чем. Что спасение. В чем же тогда спасение. Когда. Ну. Как спасать. Это вопрос какой. Как. Человек спасать. Как. Какие признаки. Что ты спасаешься. А не погибаешь. То есть. Я немножко так. Это у меня. Где вот эта грань. Вот это кстати есть грань. Физической церкви. И. Духовной. То есть. Вот этой. Организма организации. Где она. Заканчивается. Где. Это как наша душа и тело. Где начинается. Тело. Где начинается. Где заканчивается. Душа. Где начинается тело. Где соприкосновение. Как это соприкосновение. Почувствовать. В нашей жизни. И. Тут. Тут уже. Я не знаю. Как. Тут уже. Тут уже надо. Как-то. Уже столько голов сломали. По этому поводу. Это как. Что такое церковь. Уже столько томов написано. Объясните пожалуйста. Что такое святая троица. Все. Точка. Человек. Объяснить святую троицу. Ну это все. Это вот. Это вот. Вот. Почему он этим вопросами задается. А ему интересна только церковь. А святая троица вообще. Это так. Это уже так. Настолько естественно. Святая троица это вообще просто так легко. Это вообще просто. Развал головы будет. Если вот начинаем думать о святой троице. Идин бог в трех лицах. А эти мусульмане говорят. Как это так. У них. Что это. Змейшиль какой-то такой. То есть они реально. Они все понимают. В физическом плане. И. И логика наша вообще отказывает понимать. Это святую троицу. А как нам сказано. Сказано вам. Все. Точка. Господь явил себя в троице. Явил. И уверую это. Это. И не пытайся понять. У мишкам своим. Каким-то там. Да. Он тебя может быть лучше соображает. Чем. Вот. У дяди. У дяди Петя. Который. Не просыхает. Ну. Извините меня. А может это дядя Петя. Этот дядя Петя. Ему такое откровение придет. Что он. Еще такое покаяние получит. Что. Я же не знаю. Поэтому я. Говорю. Мы все. Все на равных условиях. Все. Мы все идем в одной. Как говорится. Под одним небом ходим. Одной. Одной сон. Одним солнцем. Мы. Нас светит. Господь одним. Все. Все одним. И злые. И добрые. Все. И придет время. Когда он отделит плевел от пшеницы. И мы. Не дай бог. Чтобы попали в плевел. Потому что. Нам. Мы будем как думать. Что мы. Уж пшеницу. Уж точно. Уж мы столько плодов дали. Что мы конечно пшеница. А вот эти все. Вот эти. Пьяница. Вот эта. Блудница. Вот эта. Она аж точно будет плевелом. Уж наверняка. Потому что я в голове своей. Уже решил. То есть этот лукавый. Наша. А я то вообще. У меня и борода. Видите какая. Лопаты. Борода. Все как полагается. Чистенький. Все. Содержу. Содержу дом свой в порядке. Так. В храм хожу. В десятину даю. Все. То есть внешне я все исполняю. И я внутри уже все. Я уже. Начинаю определять. Кто хороший. Кто плохой. И такая становится. И такая бездна. Этого. Это. Ну просто. Это в пустоту уже. То есть человек уже. В тупик входит. Ну. Я вот тоже как раз. Если по этой теме. Да. Границы церкви. Ну. Если уж говорить. Ну. Игнатьевич не любит говорить там. Баптистская церковь там. И другие. Он их конкретно сектами называет. Вот. Ну если так по сектантски начать говорить. Да. В какую церковь придет. Антихрен. С кем он. С кем он сегодня борется. С какой церкви. Он с баптистами борется. Или он со свидетелями Еговой борется. И через какую церковь он прокладывает себе дорогу. Абсолютно верный вопрос. Прям самую точку. И казалось бы. Да. Церковь баптистов. Ой. Они такие хорошие. И. Ой. Этот хвалит их постоянно. Они в тысячу раз лучше православных. Ну идите в православную церковь. То есть. Казалось бы. Да. Но что же далась эта православная церковь. Почему же так. Столько денег вложено на разорение этой церкви. Что столько сил вложено. Чтобы просто сегодня эту церковь превратить уже в такую чисто. Ну. Как даже не знаю как мягко сказать. Когда есть центральная вот эта власть. Которая без суда и следствия может делать все что хочет. Безраздельно. И. Где же тут. У нас в 90-х годах было более. Такого свободы было. Потому что мы были. У нас была нищета. Но вот эта свобода. Вот это помню. Вот это. Мы так жили. Я говорю вот. Время. Это наверное. Вот вспоминаешь его. Как будто. Как будто вот. Пятидесятница была. Как будто на нас сошел. На всех сошел Святой Дух. Все как-то мы вот. Были единодушны. И потом пришло время. Как бы нас всех. Опа. Пришел. Пришел. Волк. Вовчарню. И разорил. А как разорил. Мысли. Мысли наши стали. Все. Мы стали. Ах. Вот тут мы так. И вот эти мысли начали друг друга. Столкновения. И люди разбегаются. 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 Расходятся. То есть. Постоянно идет. Постоянно не сопряжение. А постоянно разделение. Разделение. То есть. Вот этот самый процесс. Который был на западе. Вот это расщепление церкви. Вначале из католиков вышли протестанты. И пошло. Поехало. Как только. Вот эта ветка вышла. Протестантская. Все. И сразу. Она каким. Там каждый раз. Дробление. Дробление. Церковь. Тут. Дробится в себе. И так. Вот. Вот. Прямо разветвление. Как паук. Какой-то. Единственная церковь. Которая так. Это русская православная церковь. Вот. Чего хочешь говори. У нас таких расколов не было. Никогда. Ну. Таких вот. Прям. Ну. Там. Там. И так. Опять. Живоначальники. Всякие. Ой. Живоцерковники. Как вот. Были. Сейчас. Какие-то. Истинные. Православные. Апостольская церковь. Потом. Ну. Сейчас. Я смотрю. Там. Ну. Какие-то. Духа. Приходящего. Тебя. Исповедуй. 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 Как исследовать. А какие плоды он приносит твой дух. Что он тебе такое говорит. Он может под видом света прийти ангел бесовский. Агел. Агел это как их называют. Он придет. И такой он тебе наговорит. Он тебя. Да. Он тебя обманет. Просто хитрит. Они знают как обманывать. Они таких монахов обманывали. Которые там. Годами. В Аскезе были. Такой. В молитве. Их тоже. И так их обманывали. Что те считали что они с Богом общаются. Уже все. Пришел к ним сам Бог. И он с ним уже начинает ведет общение. И это ловушки. 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 И вот сегодня у нас. Нету динодушия. Вот в этом то и беда наша. Так что. Историю конечно надо ее изучать. История церкви особенно. Но история церкви с нашей страной это не. Неразрывные части. Это одно. То есть все переплетено настолько кровяными сосудами. Что там. Уже отделить одно от другого невозможно. Тут даже. Тут даже. Историю не надо смотреть. Как это возможно вообще. Практическим путем. Удержать такую территорию. Вот такой ворске людей. Как это вообще. Теоретически. Это как можно высказать вообще. И причем объединить вот эти все народы. Да. Которые мы сейчас говорили. Объединить под. И мусульман там. И кого бы там ни было. Таких только. И цветов кожи. И народ. Как это всего возможно. Где это. Где такое было вообще. Никому не давалось. То есть. Всегда сильные народы уничтожали слабых. Или порабощали их. То есть. Они ассимилировали. Вот в Китае смотришь. У них же там. Вообще страшно что. У них там просто. Вырезали там каких-то. Свои. У них там пункты какие-то там. Какие-то у них там. Их много. Много. И как посмотрите как там они. Они просто. Уничтожали. И ассимилировались. Как бы. Те восставали. Снова уничтожали. То есть. Давать им какую-то автономную. Какую-то автономную. Зону не давали. Все. То есть. Побеждали. Это человеческая история. Поэтому. Страна наша. Настолько уникальная. Потому что. Ну. Сейчас вот там. Начинаю там. Размышлять. Думать вообще. Как вообще так возможно. Господь столько земли дал. Одному. Такому народу. И этот народ называется русский. И мы. Вот. Все. Призваны быть. К такой. Нас. Господь двигает. К этой святости. Сегодня у нас. Сегодня пришел в эту. В какую-то контору. Там. Сяд женщины. Все такие. Там. Работают. Там. Бухгалтера. Начал с ними разговаривать. Они такие. У всех. Глаза поднялись. Работа остановилась. Сидят. 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 Мне графинчик. Пожалуйста. С водичкой. Ну. В том смысле. Что. Людям сегодня. Вот. Живого вообще не хватает. Очень. Не хватает. Потому что. Живут. Вот. В своих. Вот этих. В своих. Мирках. Вот. В этих. И церковь. Немножко. Сегодня. Не занята. Людьми. Мягко скажем. Не занята. Если. Священник. Был бы. Открыт. Так. Миру. Миру. Был бы. Обнять. Немножко. Потерпел. И оплевание. И завушение. И что такое не терпел. А нам. Сказал Господь. Ну прости. Ты увидишь. Ты почувствуешь мою благодать. Мою. Я тебе ее дам. Она не сойдет на тебя. И ты скажешь. Как хорошо. Господи. Форму. Форму принял. А на самом деле. Не с Христом ты. И вот это. Вот это. Состояние. Когда я им со Христом. Вот это меня сейчас. Я да. Я начинаю там. А он то как. Он сразу. Улетает. Он начинает искать. Ага. Папа Римский. Последние новости. Про Папу Римского. Что там. Патриарх делает. Я там все ищу там. А потом. Понимаешь. Что я делаю. У меня сейчас. Перехватит. Меня сатана. И скажет. А потом. Я возгоржусь. Там. Начну там. Я уже. У меня придет. Какой-нибудь. Нормальный. Эпископ. Скажет. Мне замечание. Даст. Какой-то мне эпитемио. А кто ты такой. Ты этого там. Ставленник. Этого. Патриарха. Ах ты. Я понимаю. Каком я нахожусь. В шатком положении. Вот. Когда только. Я вхожу. В это состояние. А это. К этому все пришел. Это была задача. Всех нас. Возбудить. Чтобы у нас. Из нас все поперло. Чтобы нас. Вот это все сейчас. Вылезло. Чтобы мы. Показали себя. Чтобы у нас. Начались. Вот эти. Расколы. Разлады. 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 И. Патриарх. Это. Прекрасно. Все. Устроил. Он отработал. Свою. Задачу. Он отработал свое место. Которое. Собственно. Мне кажется. Ему и дали. Собственно. Чтобы отрабатывать. Какие-то. По указке. Сверху. Там. Конечно. Чтобы. Не смущать. Весь народ. Он эти. Он сейчас будет делать. Какие-то правильные действия. Он начнет делать. Какие-то там. Всем угодные. Это до поры до времени. А потом опять. Хлоп. То есть. Он уже сейчас дал эту провокационную. Тело сейчас. Начинает корежить все. Все тело корежит. Сейчас. Сейчас все ломает. Сейчас идет вот это. Освоение вот этой. Вирусной бактерии. Вот это. Вирусную бактерию. Он засадил в это тело. И оно сейчас начинает все. А как вот. Прививку вот как-то. Делают. Все делает. Она. Тело начинает болеть. Температура повышается. Все. Тело начинает как бы. Как бы. Болеть. А потом опа. И все. Она. Усваивается организм. И все. И как бы становится. Таким же телом. Вот это сейчас. Как раз это и была. Провокация. Которую мы сейчас. Тело. Тело. Усваивает. Нету поместного собора. Если бы он. Если бы он. Сейчас поехал бы туда. То все. Стало ясно бы всем. Там бы. Без сомнений было. Что это. Провокация. А тут же как. Как делали. Как все. Грамотно. Да. Вот не поехал. Очень. Очень. Грамотно. Настолько. Грамотно. Что. Люди. Которые все это обдумывают. Они. Конечно. Это. Это гениальные люди. В чем говорить. Что я говорить. Это люди. Очень. Гениальные. Они как бы. Они даже. Мне кажется. Какое-то. Успытывают. Необычайное. Какое-то. Удовольствие. От этого всего. Они как бы. Все это. Смотрят. Как карты. Вот как. Играют в шахматы. Вот это. Они все это обдумывают. Это все. Знают. Какие. Рычаги. Рычаги. Нажать. Кого там. Чтобы не оказаться в истории. Лопухами. Потому что потом будут раскрывать. А кто согласился на этот собор. Русская православная церковь. В первых рядах. А кто отказались. Ага. Вот эти вот эти. Потом. А почему отказались. Документы составлены так-то и так-то и так-то. Так. Подождите. Русская православная церковь. Что. Они читали эти документы. Читали. Почему они не заметили вот эти. Косяки. Так называемые. А тут. Опа. Они. Опа. А мы. Да. Мы вот тоже отказываемся. Когда те отказались. Уже. Уже поняли. Что уже срыв идет. Уже полный. То есть им уже. И такое опять лукавство. Я говорю. Ну. Вы уж как-то это. Как бы. Нет. Ну я к чему. Я. Когда говорил. Что там. Александр. Там есть четкое определение. Ересь. Пока. Если епископ не упадет в ересь. То есть упоминать не надо. Благодарить на нем нету. То есть. Но. Я вообще. Настолько. Что. Прихожане. 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 Своим примером. Могут. Могут так выразумлять. Священника. Священнику стыдно будет. Что же делать. Это. У нас. У нас сегодня. Борьба идет даже. Не. С кем идет борьба. Борьба. За свою идентичность. Мы должны понять. Что мы. Русские люди. Русские. Это не значит там. Какие то там. Особенные. Нет. Мы. Мы должны быть. Стать русским. Понять. Что мы. Русская. У нас есть. Русский язык. Объединяющий нас. Русская культура. Да. Она связана со всеми народами. Татары топтали. Хазары топтали. Кто нас не топтал. Нашу. Русскую женщину. Которая. Которая все вынесла. И русская. Самая главная стержня. Это русская православная церковь. Которая. И сохраняет наш. Нас народ. Как неком. И это нас объединяет. Вот на что объединяет. А сегодня и в церкви начинает. Устраивать вот эти все. Дела. Которые. Сегодня народ начинает. Просто. Ну просто вот. Начинаешь общаться. А нету диалога. Вот все. Он человек. Он уже вот. Встал на своем. Вот. Нет. Вот мы там. Я говорю. Ну давай хоть услышим. Ну давай хоть по хорошему расстанемся. Правда. Чтобы просто. Чтобы не расставаться. Вот в этой. В этой вражде. Потому что вражда у нас должна быть кем? Только против лукавого духа. Который нас обуяет порой. И мы порой свои мысли несем. Считаем. Что это наши мысли самые верные. А вот эти все мысли. Которые вот. Противоположные. Это все. Ну. Пускай имеет человек мнение. Ты сказал. Сказал свое мнение. Ты спросил человек свое мнение. Ты ему скажи скротностью. Ну не настаивай. А мы у нас как. Ах ты. А вот сейчас мы тебя еще добьем аргументами. Еще и подбавим аргументов. Ах ты не слушаешь меня. Да ты вообще там сектант. Ну. К сожалению. Да. Сегодня какая то. Так и будет. Сейчас кстати. С батюшкой тоже разговаривал. Он говорит. Это наш патриарх. И все что он делает. Я говорю. Это похоже на Папа Римского. У нас еще нету. У нас еще нету. У нас еще нету. Такого догмата. Непогрешимости. И поэтому мы. И смотрим. Внимательно. На нашего отца. Потому что его все действия. Рассматриваются. В трехкратном. Двадцатикратном. Размере. И. Когда. Он такие вещи. Мы не можем. Закрытыми глазами ходить. Как будто мы этого не видим. Я на приходе не говорю об этом. Вообще нам. У нас. У нас в деревне. Люди не интересуются этим. Они приходят. Я даже сейчас проповеди. Говорю очень коротко. Говорю непосредственно. Для. Чтобы им было понятно. Что. Где православие. Что православие может быть в огороде. Мы можем быть православием в огороде. В доме. В общении со своими близкими. То есть. Вот такие простые вещи. А уже догматические вещи. Во-первых. Не интересно. Во-вторых. Они не к чему. А зачем им. Они не к другому. Они не к другому. Да. Для них богословие. Вся начинает и заканчивается в церкви. Все. Они вышли из церкви. Все. Богословие закончилось. То есть. Для них все это. Все это на. Они как. Ну. Как в неком случае. Неком. В хорошем смысле. Как вот. Ну. Как хорошие. Как большие дети. Да. Они пришли. Им ничего не надо. Им в этом развиваться. Зачем им. Они. Не видят в этом смысла. Кто. Кто хочет развиваться. Они уезжают в города. Вот. Кто уже такие смышленые. Они уезжают в города. И. Уже в городах там. Приезжают такие. Да. Там. Приезжают. Они там. Видно. Что они читают. Они там. Подходит батюшка. Там. Речь уже поставлена. Как-то уже иначе. То есть. Я не говорю в церкви об этом. Особо. Кто не спрашивает. Не надо. А вот. Так. С отцами. Иногда. Закусываемся. Как иногда. По-хорошему. У нас. Хорошие тут. Батюшки. Если. И. Когда я там. Какие-то вещи говорю. О. Там. Они такие. Ой. Нет. Там. Тебя могут. Тебя там. Тебя там. Может. Ну. По крайней мере. Скажи. Ну. Возможно. Да. Это похоже на правду. А когда там. Вот. Там. Ну. Ну. даже. Видите. Ставили. А вот. Просто. Подумайте. Вот. Что. Такого. Ну. Какие плоды он сделал. Ну. Мы говорим о хороших. Потому что плоды. Плоды. Ну. Если он плод. Я не знаю вообще плодов. Его. Какие его плоды. Вот. Никаких. А он мне сказал. Какой плод. Это говорит. У нас. После этой встречи. У нас. А. Он признал ересь. Э. 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 Греко-католиков. Уния. Так называемая. Он говорит. Что. Это была ошибка. Он признал. Это. Унию. Это ошибка. И на Украине. Там. Греко-католики. Там. Пыхтели. Там. Так. Они вообще. Его там. Ругали. Там. Я говорю. И это только. Одна. Он говорит. Есть. Ну. Я говорю. Ну. Кто. Какая еще. Что. Конкретно. Для. Вот. Нашей церкви. Вот. Меня. Конкретно. Даже. Как священника. Он сделал. Что я могу сказать. Да. Патриарх сделал. Вот это. Вот это. Вот это. И говорю. А сейчас. Когда уже. Надо уже. Все. Уже. Уже. Которые. На обочине. Москвы. Там. Находится. Там. Пустые. Они стоят. Храмы. Зачем еще. Строить. Новые. Когда. В эти. Храмы. Никто. 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 Ну. Они стоят. Меха. Типа. Я. 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 Я с тобой не согласен. Ну. Что это. Я. это мой мне такой взгляд на эту на эту проблему на эту а то что говоришь ну да что надо спасать в церкви то надо заниматься прихожанами абсолютно верно абсолютно верно ну хоть одного священника назови ну как сказать одного отца церкви сегодня такого именитого который там говорил что католики это хорошо но ни одного не назад уж нет такого то что многие молчат апатриар а его в этом поступки то это другое дело то что молчат и многие говорят что тут ничего плохого ну ну ничего плохого они считают у фавел думаю не говорить плохого это и ничего не значит но правильно ведь сюда особо плохого нету но предпосыл к плохому то есть ему должны мы заранее как господь назвал кого Он назвал лицемерами. Мы погоду-то узнаем, когда будет дождь, когда будет солнце, да? И что же мы по поступкам патриарха не можем определить, когда то или иное событие будет? Ну вот тогда мы входим в вопрос осуждения. Мы, значит, осуждаем его. А где начинается осуждение? Как мы можем понять, что мы осуждаем? То есть есть ли этому какому-то... Можно обойтись без осуждения. Можно просто огласку дать, а мы находимся на грани того-то, того-то. Мы можем попасть под то-то, под то-то. Не обязательно вешать, а вот находимся в опасности мы сейчас. Это отгущить людям, сказать об этом надо. Ну, то есть мы, когда у нас отец, да, вот предположим, я говорю, образ отца. Отец приходит домой, пьяный, да, пьяный. Еще приводит с собой женщину, какой-то совсем... Ребенок подходит, говорит, папа, мама, а что папа пришел пьяный? Еще женщина какой-то пришел. Мама говорит, ты ничего не видел, ничего не знаешь. Все, папа хороший у нас. Нет, папа на самом деле хороший. Но ребенок-то это видит. Ну, все святые отцы, даже и анкре-крестьянкин, и то высказался нелицеприятно о католиках. А он ничего не мог сказать. Он там единственное сказал, что... Такую фразу, что... А почему мы их, когда они приходят, мы их... А, он говорит, ты не считаешь, что они братья. Я говорю, братья считаются в одной церкви. То есть мы братьям считаем христианами те, кто в церкви наши. А их не считаем еретиками, потому что их не заблуждение. Рядовых, может быть, католиков, да, можно... Ну, опять же, они же видят, что происходит, они же не могут... То есть у них даже есть, если ты осуждаешь Папу Римского, ты не католик уже, все. Ты не можешь его осуждать, это непогрешимость. Они сделали такие каноны, которые... И все. И они многие приходят в православие. Я говорю, ну, он говорит, ну, а если они каются, вот, например, священника, мы их оставляем в том же сане и ничего не производим над ними. Дополнительного какого-то рукоположения там. Также и в крещении, вот он приходит, мы... То, собственно, и оставляются в крещении, мы их... То есть мы ничего не делаем дополнительного, что-то над ними. Я говорю, ну, это так святые отцы решили. Потому что покаяние, покаяние предполагает, ну, все-таки некое движение на встречу познания. В чем мне кается? Он приходит, он же говорит, я каюсь в том, что я вот исповедовал вот это, вот это, вот это. Что у меня было... Что я почитал таких-таких святых, которые не являются святыми, которые, ну, как бы там... Их не святые, о них очень хорошо говорил Осипов Алексей Ильич. Там вообще святость такая смешная у них. И он это, и мы, и мы говорим, вот это и является уже, может быть, и то, что... Они это уже познают православную веру, они уже приходят уже за знанием православным. И не просто там, потому что, ну, многие приходили именно со знанием. И там как раз в чине, в чине, в таком переходе, там есть чин-переходы есть. И там в этом чине как раз говорится об этом. То есть о том, что они это все это осознали, осознали ересь, и тогда мы их принимаем. Оно всегда, и к ней было давление, они всегда хотели поработить православную веру. Для них это было как некое, как бы, они неважно, как ее уничтожить. Вначале они пытались ее хитростью, подкупами, всякой вот этой уловкой. Потом силы уже просто откровенные, сейчас опять идет, другими путями идут. Уже пытаются через православных залезть, униаты пошли, сейчас вот еще эти новые, там, раскол там в церкви. Тоже не без участия католиков. Я говорю, хуже разрушения, чем католики, нам не приносили. У нас католики и мусульмане. Вот две веры, которые не терпят православие на дух, не приносят. Когда мне там говорят, там, ему уже к первому голову отрежут, Игнат Тихонович отрежет голову. Никто там не будет терпеть его. Никто там не будет ему там, это, ждать, как там в Коране у них написано. Жди, пока он обратится в ислам. Да не будут они ждать, они голову отрежут, что ждать-то? Не дождался я, однако. Господь ищет духи истинные, поклонников ищет себе. Он ищет себе, Бог ищет. А люди сегодня готовы кланяться другому человеку, другому там, святому. То есть, ну, готовы к Богу истинному. Это же правильно сказал Осипов, говорит? Матронушке стоит, там все завалено свечами, места нет. А Господь тут рядом, икона Спасителя, ни одной свечи нет. То есть, ну, это о чем-то говорит. То есть, люди, им нужно, им Господь нужен сегодня для устроения жизни. Ихней жизни, нынешней. Потому что Запад к чему уже пришел? Что создались уже большие холодильники. Там люди умерли. Уже 10 лет уже, говорят, 10 лет назад начали собирать этих трупов. Трупы собирают, замораживают богатых людей. И они эти деньги не пожертвовали никому. Они пожертвовали дождаться прогресса человечества, когда человечество начнет воскрешать тела. Вот, представляете? И таких сейчас холодильников очень много. Там люди зажиточные и жадные. И все. И вот они свое тело, вот сейчас поклонили своему телу. То есть, вот достанет этот прогресс человечества, и они начнут воскрешать. И уже тогда, вот они начнут жить тогда. Вот, начнется вечная жизнь. То есть, они все равно уповывают на какую-то вечную жизнь. Что все-таки человечество к этому придет. Представляете? А это все и возможно. Что придет антихрист. Это, по-моему, наука Крионика называется. Крионика? Ну, я не знаю. Я думаю, что антихристы будут что-то такое делать. Чудеса какие-то. И что-то он будет так поражать людей, что они, ну, на самом деле, если евреи, евреи примут его за Мышаха. То есть, он Мышахом, все, он Мессия придет. Вот он, Мессия. Они его прям покажут. Неглупые евреи, неглупые реально примут его за Мессию. И как, они что, не знают историю, что ли? Ну, чем он их удивит? Он удивит их чудесами. А Христос тоже чудеса творил. Чудеса, знаете, какие будут? Я вот сейчас, я вот давал ролики этот, Илья Турданов, там есть один, он, ну, вот он сейчас в затворе, он там молится, сидит, и ему приходят там откровения некоторые. Ну, причем так грамотно он рассуждает. Видно, что такой человек, он Божий. Ну, кто как воспринимает, в общем. И, в общем, открытие тоннеля сейчас произошло в этом, как он называется, воры, где Александр Македонский не мог пройти, как они называются? Ла-Манш. И вот сейчас тоннель там прорыли. И на открытие тоннеля они, в общем, устроили, съехались там, съехали все масоны, такие европейские. И они там зрелищные, вот такой, сделали спектакль, вот, вложили в этот спектакль, там, я не знаю, несколько десятков миллионов евро. В общем, показали открытие, как соединение, в общем, двух миров земного и какого-то еще мира, и что сатана входит в мир. Причем там сидят вот этот вот, как ее называют, президент Германии, как ее? Марк, Ангелер Меркель. Ангелер Меркель, да. И они вот больше часа смотрят за этим спектаклем. Как вот, ну, я дам ссылку, причем люди-то, ну, масоны, в общем, одним словом. И что вот сейчас он тоже там комментирует, какую вещь-то, сейчас готовится, в общем, еще к одному открытию с этим нейтронным коллайдером. Вот, в общем, они чего хотят? Они создать хотят искусственную вселенную. Вот, и причем они практическим путем уже говорят, что мы это сделаем реально. Вот, а некоторые там эксперты говорят, что у них получится это. Но они не создадут вселенную, а они сделают, как бы, соединят два мира, да. Наш мир и мир духовный. Вот это второе небо. Как бы, вот через что будет как раз сатана чудеса творить? Будет огонь с неба низводить, и все. И духовный мир даже в плане того, что откроется. То есть, нас ждут такие времена, что мы начнем видеть духовный мир, вот, уже при жизни на земле. Вот, когда Господь говорит, что некоторые из вас не умрут, но изменятся, это как раз похоже на то, вот, что когда горний мир с земным соединятся, они, да, тогда человеку не нужно будет умирать, а он перейдет в какое-то иное состояние. Вот как раз масоны готовят какой-то, я не знаю, сюрприз какой-то будет очень. А вот этот Эйнштейн же, кстати, он же начал эти опыты делать. Он же начал, у него же была разработка, как корабль пропадает, и появляется, то есть, такой портал устроил. Он реально к этому, он реально эти разработки шли, и они, кстати, говорят, что взяли эти разработки на доработку. То есть, он просто задал очень интересную идею, и очень, как бы, даже поставил там какие-то, там, какие-то направления даже дал этому всему, чтобы развивалось. И в будущем, в принципе, уже, мне кажется, это сейчас там звучит, там уже, но уже скоро это уже станет для нас реальностью. То есть, это то, что было вчера в фэнтези, сегодня реальностью становится. Вот что. Поэтому это все возможно. Я думаю, даже, я даже думаю, люди повернутся, и сейчас прогресс как раз меняет именно людей от Бога. То есть, люди начинают не верить. Я говорю, вот, сегодня, кстати, говорил тоже, что вот сегодня наш вот этот, как бы, уют наш вот этот, он нас от Бога отвращает. Отвращает. Мало того, вот эти все антибиотики, все против болезненные, вот эти, против боли, вот эти все лекарства, они нас отводят от Бога. Потому что Бог создал боль не просто так. Боль, она как некое отношение с Богом. Когда тебе больно, тебе очень, когда бывает больно, ты начинаешь к кому взывать? К Богу. Прогресс такой сегодня, что этот прогресс, он, оказывается, он идет против Бога. То есть, весь прогресс, это как некая антитеза. Зачем нам, ты нам нужен, там, Бог? Мы сами сейчас вот такой мерсии построим, и ты нам не нужен. Ты там творец, ты там, ты нас отворил, все, ты свободен. Когда Адам и Ева отпали от Господа, согрешили, это было не единоразовое согрешение такое было, вроде расы, отпали. Это согрешение докатилось до нас, то есть оно возрастает. И как раз оно возрастает вот с ростом вот этих технологий. Вот смотрите, они же разговаривали, Адам и Ева напрямую говорили с Богом, да? Через сотни лет, лет потом еще Ной, еще у него оставались такие задатки, ну, божественные, да? Он еще мог беседовать с Богом. И смотрите, вот это отступление началось, да? И после потопа вот оно докатилось до нас. И через эти технологии мы отходим только от Бога. Все дальше и дальше. Чем мы же технологии, тем мы дальше от Бога. Мы потеряли уже, мы даже как животные уже потеряли, ну, что сейчас называют существенным чувством, да? Хотя раньше люди, они могли все-таки как животные чувствовать друг друга. Было вот это развитое ощущение. А сейчас настолько огрубили. Мы не чувствуем даже глядя друг на друга, мы не чувствуем состояние друг друга. Мы не видим, когда другой человек волнуется там или переживает, да? Или мы можем оскорбить там этого человека. Мы даже на этом уровне потеряли уже связь и с Богом, и друг с другом. А это все вот эти технологии, которые... Это чисто сатанинское детище. Это одна мне женщина рассказывала, пожилая. Говорит, я могла знать настроение мужа по открыванию замка. Вот она так, ну, как бы сказать, слилась с мужем, что она слышит мужа очень как по-человечески. Я говорю, я говорю, вот это удивительно. А ей, ну, она уже пожилая, она ее мать так научила. То есть она вот так... Это сейчас вот теряется. По этому ключу в дверях сегодня... Да мне говорят, плевать на какую сторону у тебя тибетейка. Сегодня этого не то, что нету, я говорю, мы... Вот я не знаю, я понимаю, что все, это уже не вернуть. Уже все, люди уходят в эту виртуальность, где не надо, не требует твой собеседник. Даже сейчас игра там есть, ты общаешься как бы с роботом, с людьми, и они отвечают тебе. По твоему ответу следует другой там какой-то... То есть диалог такой, как бы логический диалог идет, но там нет вот чувств. Я общался, я общался с роботом в интернете. Сейчас полно таких есть и этих программ. Ты с ним можешь на любую тему разговаривать, а это робот. Я раньше, я не верил в это. Я не думал, что можно все просчитать варианты. Я не думал, что можно просчитать все варианты вопросов, потому что человеческо... Вот мы сейчас с вами разговариваем, разве можно просчитать там следующий вопрос или следующий там... Я задал ему прямой вопрос, но я так с подходцем с ним общаюсь, а я задаю ему прямой вопрос. Ты сатана? То есть я ему пишу несколько секунд, полторы-две задумался. Так быстро обычно отвечает. А это задумался и говорит, я больше, чем ты думаешь. Смотрите, как он ответ дал. Страшно становится, как из фильма какого-то, да? Ты больше, чем ты думаешь. Ты тогда, я больше, чем ты думаешь. Ничего себе. Я не разговаривал бы с этим в вашем компьютере. Я перестал, я испугался. Ты что, это что-то какое-то это... Тогда первый вопрос, надо уже потом после этого... Тогда изойдя от меня. Отойди от меня. А я так и написал, да? Что-то я ему там поставил какую-то молитву. Он сломался после этого, наверное. Гейм-хомер. С одной стороны, мы как бы общаемся, а с другой стороны, все равно вот этого теле, как сказать, общинной жизни, чем хороша, когда живые люди. Вот живые люди, они все-таки мы через вот эту жизнь друг другу все-таки наполняем. Все-таки человек, все-таки нужен, как у Тарковского, да? Человеку нужен человек. Потому что человек – это создание общественное. Монашество, да, это которое, вот я, например, считаю, что монашество – это часть такой странной жизни человеческой, когда хочется быть одному. Ну, и у кого-то это развито очень сильно. Вот я, например, не всегда любил общество. И, наоборот, я всегда у кого-то уходил, мне у кого-то хотелось скрыться от людей. Вот это не то, что там страх перед людьми. Нет, мне хотелось как-то... Мне почему-то сказалось, что люди всегда... Какая-то неправда какая-то... Я вот ребенком это чувствовал, эту неправду. Какая-то меня... Всегда меня пугало то, что сейчас я буду разговаривать со взрослым, он будет со мной разговаривать как с идиотом каким-то. Это туси-пуси, что-то какую-то ерунду. А я уже понимаю, что я-то понимаю больше, чем он даже... Я могу плохо выразить, но я понимаю больше, чем он мне пытается. И поэтому вот это все равно состояние человека, где хочешь уйти от всех, это оно есть. И я считаю, у кого-то это развито, и пускай через это, может быть, познают и Бога тоже. Но все равно человек... А у кого-то, ну вот сейчас, например, иногда, вот даже часто нужно общение с людьми, с... Там, Александр, не можешь найти единодушных. А я нахожу единодушных. Я считаю, что единодушные есть. Просто их никогда не было много, их никогда... Единодушие, это надо искать, это надо молиться. Правильно ты сказал? Ищи, молись, и Господь даст тебе и духовного человека, который будет тебе. И вообще самое неожиданное тебе даст какой-то... Просто Бог, Он ждет от нас чего? Ждет активного, активного к Нему обращения. То есть как молитва. Все. И молитва, я уж... Такая банальная вещь, молитва. Но молитва, она должна быть вот... Идешь, молишься. Ешь, молишься. Все, и себя как бы всегда познаешь. То есть, Господи, открой, сейчас вот... Что-то на душе нехорошо. Что такое? Почему? Ага, вот, может быть, вот этот поступок у меня... И вот этой радости нет. Что-то я не так сделал. Что-то не... Как бы вот... Каждый поступок, он как бы недоделанный какой-то получается. То есть, мне Господь дает человека, дает поступок. Ой, дает какое-то событие, то есть, человека дает. А я не доработал с этим человеком. Я не доделал, я не договорил. То есть, чувствую, какая-то неполнота получилась. Я что-то не доделал. А чего, почему не доделал? Потому что я, что-то, я, ну, как сказать, неправильно я к нему обращался. Вот если он дал мне этот человек, значит, Господь, ты мне дал этот человек. Что я должен с этим человеком? Как? Помоги мне, Господи. И вот когда я вот к Богу обращу, и не к человеку как-то, а потом уже к человеку, через Бога, тогда все, вот вот они две заповеди. Возлюбив Бога, а потом к человеку идти. А то мы пытаемся человека любить, а не можем, наоборот, начинаем любить без Бога человека, мы находим больше поводов, потом его ненавидим, этого человека. Потому что Бога в этом нету. А когда мы начнем через Бога искать человека, то мы находим, мы и Господь все помогает. В этих отношениях начинает быть Бог. И вот это удивительно, что какая-то вот эта удивительная связь. То есть человек, третий у него, третий, третий составляющий это Бог между людьми. Тогда это будет все правильно. А если мы будем сами по себе, то это будет сатанизм, чистой воды. Мы пойдем против кого? Мы будем дружить против кого? Даже если у нас будет хорошее отношение, очень хорошее. Но будем дружить против Бога. Мы можем за день к Богу приходить за несколько раз и быть вне Бога. А потом и говорим, а что же там с нами так плохо? Почему-то на душе так плохо? Потому что мы должны были этому человеку помочь, и Бог нас должен использовать как орудие для помощи Бога. Ой, для помощи этого человека. А мы его не услышали, его призыв. То есть в данный момент просто начали надеяться на себя, на свои силы, на свои знания, на свое, на свое. А своих, опять, ничего не можешь делать без меня, сказал Господь. Да как же так? Мы вообще завязаны, мы всей судьбой, нас Господь к себе притягивает. Он показывает, что без меня ничего не может. Потому что это все мое, а не ваше. Вы надеетесь, вы думаете, что это все ваше. Там дом ваш, ваше тело ваше. Это все мое, я вам все дал. Но вы почему-то заобнили, что вы сами с усами. А без меня ничего не можете. Потому что я все наполняю. Я все движу. Я жизнь даю, я отнимаю ее. А вы что? А мы вот такие все прогрессивные. Мы все такие прогрессивные. Мы можем сиамских близнецов разделять. Мы можем вот это делать. Вот мы, есть какие, головастики. Мы научились. И тебя не просили об этом. И человека научились делать. И сейчас новую вселенную сделаем. То есть, свою вселенную сделаем. Представляете? У них мы все такие. Мы сейчас делаем свою вселенную, где будем меньше жить. Вавилонская башня. Еще очередная Вавилонская башня, которая опять до неба будет простираться. И мы же знаем, чем она закончилась. Разделением языков. Я говорю, мы же говорили на одном языке. Это сейчас. И говорят, как интересно. Люди перестали друг друга понимать. Господь таким простым действием взял. Для него ничего не стоило придумать. Попробуй, выдумай свой язык. Да это нереально. А тут столько языков. Я вдумал над этим, как придумать свой язык. И чего получилось? Да посмеялся, чем получилось. Удобно. Но я-то понимаю, что за этим удобством стоит. А потом ты должен расплатиться за это. А чем ты должен расплачиваться? Вот тут вопрос. Расплотиться за удобство я должен. Ну, как? Кому я должен? А ты должен все равно. Удобство это все. Ты привык к удобствам. Все, ты будешь. Тебе надо будет постоянно эти удобства. А если удобство постоянно, значит тебе надо тратить за эти удобства. То есть твое удобство стоит денег. А если стоит денег, значит их надо зарабатывать. А что бы зарабатывать это целое? Господь сам, он и не предполагал. Это все же наше. Господь и не предполагал. Он нам дал какую-то заповедь. Плодитесь и размножайтесь. То есть родился ты, взял тяпочку в руки с лопатой, протяпал 70-80 лет и давай следующий пошел. Абсолютно верно. Вот они тут живут в бабульке. Они вот, у них хаты простые очень, печка, тяпка. До 80 лет она до сих пор тяпает. 82 лет, 2 года бабульке. Она все равно тяпает. И выходит, она уже не может без этого. И тяпает, и тяпает, и тяпает. И ей уже не скажешь там, а зачем тебе это надо там. Ты понимаешь, что все, это ее. Так всегда было, так же всегда было. Ну, а мы сегодня, а уже, а сегодня новые уже, ее уже внуки, они уже не тяпают. Они приезжают на машине и говорят, что-то как-то морщатся, говорят, что-то это все не то. И все, и уже другой человек уже. Все, он совсем другой человек. И мы сейчас, я фотографии смотрю с этих военных лет. Какие удивительные фотографии. Когда вот смотришь там, я очень люблю вот эти фотографии. Прямо наблюдать, как вот эти лица, они вот такие. Есть в этом ВКонтакте, там эти военных лет фотографии. Там лица такие, пулеметчиков там всякие. Интересно, я там, какие лица, они вообще другие. Мы сейчас сегодня, я не знаю, кто не видит эту разницу. Они честные, они какие-то честные лица все. Вот без этих вот мылок каких-то там. Во, во, вот как тут душа, как она у них есть, такая она на лице. Кто вот немножко там с прищуром сразу видно. То есть все на лице. А мы сегодня можем скрывать лицо, мы можем там гримасы вот эти, все вот эти, показывать там пальцы, фотографии там смотришь. Мне так противно. Я не знаю, кому это нравится. Там зайдешь, ну кому-то на, ко мне там напросились там друзья там, ну с нашей деревни, молодежь там. И смотришь эти фотографии. Господи, ну что ж такое-то, что они там снимают. В очках лица не видно, какие-то там жесты, какие-то, я это, мне это не интересно. Кому это интересно? Ну если просто, а вот старые фотографии люблю смотреть. Не знаю, вот эти лица люблю, вот эти, которые, они совсем, ну и мы, и мы не можем сегодня уже сказать, что мы так, мы уже другие, мы уже другого формата люди. Мы менталитет настолько сильно поменим у нас, что мы уже, мы даже вообще, даже рядом не стоим с этими. Они их пороли, как сидоровых коз, они трудились до седьмого пота, они все христиане были. По сути своей были христиане. А мы сегодня, какие мы сегодня? Да никакие мы сегодня. Если только нам сейчас, ну как бы, веди нас только насильно в эти условия, отними у нас сейчас все там, отними и начни там вот, там вот, так, кушать хочешь? Конечно хочу. Вон бери мотыгу, лопату и вперед, козет, сажай, что потопаешь, то и полопаешь. И вот тогда начнется, тогда обращение к Богу будет, тогда, а уже к этому не вернется. То есть, ну мы все, мы умрем лучше. Вот такой вот, сегодня мы такие. И уже, и когда мы что-то сравниваем с теми, уже даже, казалось бы, сто лет назад, вот они совсем недавно, мы не можем даже сравнивать. Мы совсем настолько, и поэтому сегодня у нас это уже горе от ума идет от нашего, мы уже от этой, мы от этой логики уже устали. Она, эта логика нас мучает, если у нас что-то не стыковывается, то у нас, у нас начинается уже просто стопор. Как это можно так, потому что вот я снова к церкви возвращаюсь, церковь, она, она не поддается никаким, там пытались определить церковь собрание грешников. А, нет, это, это не собрание святых, это сборище грешников, да, кто-то святой сказал. Сборище грешников, абсолютно верно. Такой, собрал всех, со всех, помнишь, это, это, помните, из этого, из Евангелия, там, пошли по, пригласили кого званных, не пошли на пир. А кого пошли собирать? По всем углам иди, как Господь четко показал церковь, да. Иди по всем, собирай по всем дорогам, собирай, всех, всех собирай, всех, кого найдешь на этих дорогах. Ну, как деревня-то, воздух, дышится полной груди. Я, не знаю, более сильную неделю я на это не обращаю внимания, болит все. А вот эти синяки прошли? Да, прошли, да, это другая. А что началось, другой какой-то процесс? Да, он не кончался, более сильный, а мне за этими болями он мир совершенно не мил. Тут бы поменьше болело бы, единственное, и все. А вы пьете что-то, да, без боли еще? Да, они уже не помогают. Им, организм привыкает, и все. А может быть у вас сейчас, ну, на самом деле, вам не надо так часто кататься с места на место? Организм все-таки ему нужен, привык он к этим выхлопанным газам города. Ну, сейчас он... Что там болит, что тут болит, и оно... А, у вас, может быть, просто... Да нервы, нервы оголенные все в организме, при чем тут? Спиной мозг порванный, что там? Ну, у вас там внешние условия никакие не влияют, там все. А, ну, я даже не знаю, как вам помочь-то. Как вам помочь, чтобы вас не болело никак. Дело утопающего, как... Ну, это понятно, но... Ну, как-то у вас, как-то очень жалко. Я не знаю. Вы так много боли, я... Не знаю, я бы сказал, господи, забери меня, я уже не могу. Все. Я бы уже молил, вы молили, господи, забери, я уже... Я ворую, я уже кричал в этом. Да, а че толк-то, я и было время, и молил, а че... Не берет, да, господь? Ну, так... Ну, так... Тогда я не знаю. Есть, когда... Есть, понимаешь, когда молишься, и тебя слышит господь, ну, явно понимаешь, а есть, когда явно он закрыт к тебе. Вот, есть такие молитвы, что молишься, и все, и там стена глухая, там, непробиваемая она. Вот тут то же самое. И я говорю, забери меня, а там стена, он даже и не слышит меня. Не, он слышит? Нет, надо говорить, чтобы... Реагирует, никак не реагирует. Он вас... Он, значит, знаете, есть тема молитвы, которую Господь говорит, это не сейчас. Даже как будто... Даже вот не говори сейчас. Я знаю, как... Как ребенок из-за там матери или отца, ну, купи, ну, купи, и все, и... А родители уже даже не реагируют на него. И они еще могут... Они еще и могут всыпать в магазине прям. Прям всыпать, чтобы он... Фу-фу-фу-фу. Чтобы он понял, что все тут хватит устраивать. Ну, ладно, помоги, Господи. Поклон, ну, это... Матушке передайте, чтобы она видит сил, терпения. Мы молимся. Я как могу, как говорится, мы молимся. Мы поедем на ту неделю, может быть, сейчас машину у меня опять делают, но у меня постоянно ломается. На ту неделю поедем в Курскую область. Туда поедем. Ну, мы с маму отвозить. Она не хочет с нами жить. Ну, мы... Может, вас... Если не против, мы к вам заедем. Да и что, мы не против. Ну, все, может быть, заедем к вам. Там же, в деревне, в тоже, да? Ну, конечно. Она смешная-то как... Не, думаю, там она... Она... Как же называется? Сейчас я забыл даже. Ты есть. А, я даже снял фотографию трещинка. Да-да-да. Я взял такое название. Я там люблю всякие названия. Едешь и веселись нашими названиями. Это даже можно... У меня друг называет трещинка. 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 Ну, ладно. Ну, хорошо, что вы еще в этом чувство юмора. Ну, слава богу. Ну, ладно, Сергей. Ангелы-хранители, помоги Господи вам в ваших трудах. Господь. Может быть, всех нас... Всех нас Господь, конечно, любит и всех слышит, но... Как-то у нас он и воспитывает всех, чтобы мы не возносились умом. Ну, ладно, Борис, все. Ну, все, Ангелы-хранители. Все, счастливо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.